Тимур, вот давай честно, вот я тебя знаю как такого очень рьяного любителя русского языка. Правильно ли я использовала все слова в этом предложении или я допустила какие-то ошибки? Слово рьяного я бы все-таки заменил каким-нибудь другим эпитетом, потому что я же не кидаюсь на людей на улицах, не говорю им, ага, у тебя на футболке опечатка, это все. Вот, я работаю с теми, как он мне приходит. Что? Ты замечаешь ли это? Ну да, да, собственно, работа такая. У меня есть некоторое проклятие, я обычно прихожу в какой-нибудь ресторан в России, ну вот в последнее время в Болгарии тоже открываю меню и обычно в течение там, не знаю, первых пяти секунд я натыкаюсь на какую-нибудь опечатку, вот. Я не понимаю, почему так происходит, но если опечатка есть, я ее нахожу. Ну, это какой-то тренированный глаз, просто ты это быстро видишь? Ну да, ну, собственно, я просто этим очень много занимаюсь, я когда читаю тексты, у меня сканер сразу включается, когда читаю тексты клиентов. И если бы это было тяжело, я бы, наверное, очень уставал работать, но понемногу адаптируешься и просто можешь много читать и много видеть сразу для этого. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и откуда вообще родилась идея шибкариума? Потому что я знаю, у тебя курсы есть, а тут такой зоопарк ошибок, логично ли это? Ну, это вполне логично, на мой взгляд. Я занимаюсь тем, что работаю с людьми, которые ко мне приходят и помогаю им писать лучше. Это включает в том числе исправление каких-то языковых недочетов, грамматических, логических, стилистических, всяких. Вот. И когда ты клиент за клиентом, группа за группой, год за годом просто в текстах очень много времени проводишь, то, соответственно, ты замечаешь, что ошибки повторяются. И странно, что вообще никому раньше такая идея не пришла, потому что, ну, любой редактор, он как-то приходит к какой-то системе ошибок, какой-то условной иерархии, и снова и снова, и снова, и снова ты их видишь. А в моем случае, так как я не просто редактора еще преподаю, я их еще и объясняю, вот, и ты снова, 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 снова их объясняешь письменно, это в какой-то момент надоедает, ты думаешь, что если я как-то вот объясню убедительно один раз, а потом буду это объяснение показывать. Ну, вот так появилась идея шепкариума, года три назад примерно, но у меня все руки не доходили, сейчас вот дошли. Это похоже на учебник русского языка или учебник по литературному редактированию? Ну, отчасти может быть, но проблема большинства учебников, по крайней мере тех, что я помню с ВУЗа и тех, что я сейчас листал, когда шепкарем готовил, почему-то авторы не очень применяют, ну, как бы, высокие стандарты языковые к самим себе. Ну, понятно, что преподаватель, редактор, автор – это разные люди, у них разные навыки, в моем случае они сочетаются, но, как бы, чаще нет. Поэтому ты читаешь язык и замечаешь, что он, ну, какой-то он, читаешь учебник по языку и замечаешь, что он, ну, какой-то он кандовый, что ли. Вот, ну, то есть это оправдано в случае каких-то, ну, совсем научных пособий, там, не знаю, учебник по русскому языку под редакцией Белошапковой. Вот, но когда я читаю, например, Ирина Борисовна Голуб, учебник «Стилистика», он замечательный, конечно, точный, но мне все-таки хотелось бы, чтобы он как-то был полегче написан, вот, вот, без этого тяжелого научного стиля. У нас сейчас много устно-письменного языка, мессенджеры, соцсети, вот это все, поэтому, в принципе, мне кажется, писать стали больше людей, и каждый человек в среднем тоже больше стал писать, вот, и большинство из этих людей, они, вот, тот же учебник «Стилистика» Ирины Борисовны, они не осилят. Он слишком для них тяжелый, слишком объемный, слишком много подпунктов, слишком много всего. И поэтому, ну, как, мы же немного знаем про воронки продаж, вот это вот все. Ну, ты, наверное, много, я немного. И нужно, чтобы какая-то была у нас конверсия в обученных людей, нужно на старте как-то их ловить на что-то более простое, что-то более привлекательное. Вот, а там уже он может в шапкариуме найти ссылку на статью в учебнике и почитать, если ему нужно больше. Я не ставил задачи, ну, исчерпывающее что-то создать, я, наоборот, старался создать что-то компактное. И кроме одной карточки почти везде это получилось. А расскажи вообще, как этим пользоваться, в каких ситуациях, вот, ты представляешь, это между редакторами и авторами, я понимаю, отношения, между преподавателем, наверное, и студентами. Вот как это выглядит, как это работает? Я бы сказал, что тут возможны разные сценарии, в зависимости от того, насколько у человека есть способность анализировать собственный текст. Некоторым людям редактор, я думаю, может быть, и не нужен. Им просто нужна какая-то подсказка, помощь, более точное указание на ошибку. И они сами у себя уже ее найдут и смогут с ней поработать. Но вообще базовый, конечно, сценарий, что редактор видит твои ошибки лучше, чем ты сам, если ты не профессиональный автор. И он тебе на них указывает. Ну, например, давай несколько ошибок посмотрим. Например, вот я автор молодой начинающий, там, второй курс журфака, например. Мне редактор газеты, который как-то набрел на ошибкариум, говорит, что вот у тебя, Тиму, есть несколько ошибок, но, например, начни с неряшливости, потому что она меня, редактор, бесит больше всего, когда ты мне в редакцию приносишь свои тексты любительские. Вот. И я иду и нахожу вот эту неряшливость под номером 12. Вот. И пытаюсь понять, что имел в виду редактор. Наверное, редактор мог иметь в виду то, что у меня вот тут вот такие вот пробелы ненужные перед запятыми. Или там пропавшие, наоборот, перед тире. Вот я вот читаю, и я все это понимаю, что неряшливость это, когда у тебя знаки, как попало, расставлены, тире с дефисами перепутаны. Все. Вот. И это относительно такая концептуально простая ошибка. Ты понимаешь, что не нужно, как попало, ставить пробелы, нужно ставить их внимательно. Также другие знаки. Вот. Вот тут есть рекомендация, что нужно запомнить, какие из неряшливости у вас. Проверять, перечитывать. Возможно использовать современные технологии. Это Microsoft Word. Чтобы двойные пробелы убирать. Вот. И тут же есть возможность проверить, понял ли я вообще это описание. Ну, вот, например, я вижу, что здесь тут лишний какой-то пробел. Два и точим. Тут вот опять. Пробелы. Открываю. Открываю. Ага. Еще вот здесь я пропустил. Разница. Вот. Здесь вот. Здесь вот. Это вот. Кажется. Да. Ну, то есть, по сути, вот если в этом сценарии, то у человека, который это изучает, должна быть мотивация делать, ну, как бы, разбираться в этих проблемах и именно самодиагностикой заниматься. То есть это для мотивированных. Ну, да. Для мотивированных людей этот сервис, в принципе, пригодится. Я добавляю неряшливость к моим ошибкам. Вот. Теперь в списке моих ошибок она есть. Вот. Также мне редактор указал, например, на проблему с депричастием. Знаменитая чеховская шляпа, которая слетает, проезжая мимо поезда. Да. Тут несколько более сложная ошибка. Надо внимательно почитать ее описание. Понять. Как вообще она появляется. С какой согласовательной беды. Вот. И здесь у нас, помимо советов, как побороть, есть еще вот помянутый учебник. Стилистика русского языка. Тут я, как бы, тоже начинаю читать, изучать. Добавляю эту ошибку в свои. И когда у меня несколько ошибок добавлено, ну и, например, запятые. Кстати, добавлять ошибки можно прямо отсюда. То есть, хоп. Главное, мы ее добавили туда же. Вот. И я в своих текстах смотрю на эти, скажем, три ошибки. Тренируюсь их уничтожать. И в какой-то момент редактор говорит, ну вот молодец, неряшливости у тебя больше нет. Стал. И ты счастливый, вешаешься без воды. Да. Я хоп. Говорю, что ляпсус обезврежен. Перегружаю страницу и понимаю, что он обезврежен. Вот. И здесь он тоже уже обезврежен. Я его не буду отсюда уничтожать, пусть он на память. Кунц камера у тебя в баночках получается. Да, да, да. Вот. И понятно, что можно не ограничиться тремя, но для демонстрации, я думаю, достаточно пока что. А если это преподаватель или студент? Ну, в общем, модифицируем схему, как хотим. Преподаватель, если он прям готов индивидуально каждого студента, ну это мой случай, да. Обучать. И тыкать ему в его текстах на каждую ошибку. Он может просто не объяснять расширенно каждый раз, а говорить, вот у тебя номер 12, 36 и 17. Вот они твои, сначала с ними разберись, потом поговорим, может быть, про остальные, менее какие-то значимые. Либо можно сразу список выпадить. И если общение происходит письменно, соответственно, можно сразу выдавать ссылки. Вот. Если это какой-то вузовский вариант, тоже как-то можно представить, как это происходит. Можно студентов натравить друг на друга, и пусть они, как бы, чужие тексты рецензируют и говорят, там, вот у моего напарника вот столько, а у тебя вот столько, нет у тебя больше, нет у тебя больше. Ну, в общем, какая-то такая веселая гимификация тут возможна. Ну, вот я когда расшарила ссылку на ошибкариум в группах, там, где школьные педагоги, очень-очень хорошо разошлось, и из отзывов я увидела вот понятность, и как раз вот этот контраст с классическими, очень скучными, бюрократизированным канцелярским языком написанным. Вот с этими учебниками они, конечно, отметили. Тимур, а откуда примеры ты взял, вот, которые в ошибкариуме у тебя приведены? Ну, за примеры спасибо моим студентам, это, ну, там, я думаю, 99 из 100, может быть, 98 из 100. Это все реальные тексты, которые мне сдавались, которые я проверял у меня, то есть лежат эти сотни, больше тысяч уже, наверное, текстов в архиве, и они размечены. Вот, из них я все это тащил. Спасибо еще раз студентам, я у них спрашивал. Никто не отказался пожертвовать, так сказать. Свою ляпку в коллекцию, да? Да, да, да. У тебя студенты, они откуда? Это, там, филологи-редакторы или какие-то другие люди? О, ну, филологи в последнюю очередь, я бы, наверное, сказал. У меня же есть сайт, если мы его сейчас откроем, то мы можем посмотреть по отзывам какие-то люди. И сейчас мы увидим, что люди у меня на самом деле самые разные. Вот, скажем, последний добавленный отзыв – это преподаватель медитации Мариана. Вот, а есть менеджер Алена, есть дизайнер, есть продакт-менеджер, психолог, журналист-редактор. Ну, Юля бывший журналист, сейчас на программе Алиса. Вот, вот есть видеомаркетолог, например, он записал видео, за что им большое спасибо, как и всем. Тренер персонала. Ну, то есть самые разные люди, вот, из бизнеса, из каких-то, не знаю, творческих профессий. Некоторые просто дома сидят им скучно, они хотят поучиться. У меня нет какой-то такой аудитории, которая основная. Да, самые разные люди хотят учиться писать. Потому что вот как раз тексты стали не только профессиональные, не только профессиональные. Кто-то хочет писать про историю семьи своей, то есть личную. Кто-то, были случаи, вообще пишет только для себя. То есть я пишу дневник для себя, я хочу, чтобы он был хорошим. Есть корпоративные группы, конечно. То есть приходят люди и говорят, вот мы асессоры, мы оцениваем людей, в том числе письменные. И нам как-то нужно это сделать более сильно. Банковские рекрутеры у меня забили и не банковские тоже. Я понимаю, что ты сконцентрирован, конечно, на письменной речи. Что-то из этого, конечно, используется и в устной. Хочешь ли ты расширить этот ошибкариум и на устную речь? Ну смотри, вот мы листаем до ошибки номер 36. Это не благозвучие, потому что, как сказал Лев Щерба, несмотря на все реальность письменной речи, нормальным языком можно считать лишь то, что произносится вслух хотя бы мысленно. То есть между ними все-таки связь-то определенная есть. Поэтому даже в письменных текстах мы вот такие места стараемся править студентами. Можешь выговорить, на Эльбрус с севера? На Эльбрус с севера? Да, 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 вот это все. Поэтому можно, конечно, есть какие-то техники речевые. Вспомним наш родной Алтайский государственный, Татьяна Веревна Кулинкину, которая у меня вела технику речи. Там, конечно же, есть свои ляпы, но пока, наверное, нет, пока я разбираюсь с письменными, у меня в очереди примерно еще 20, которые можно добавить ошибками, а там уже смотреть. Ну и зависит от того, насколько на самом деле будет популярный ресурс, сколько он привлечет цикла трафика, сколько будет запросов к нашей команде редакторов, чтобы коучили людей. Ну вот смотри, если сейчас гипотетическая история, понятно, что новый сервис, новый сайт, и пока мы гипотетически можем только этот трафик разделить. Вот условно 100 человек. Как бы ты поделил, сколько из этой сотни самостоятельно смогут освоить и исправить свои ошибки, А сколько через 3-4 ляпсуса скажут «А, я вообще варенчок» и закажут тебе редактирование текста? Сложный вопрос, потому что у этих 100 человек задачи-то разные, то есть там неравномерно все распределено. Конечно же, закажут и будут готовы за это что-то заплатить какая-то очень маленькая часть, меньше 10 человек точно, может быть 5, может быть 2. Вот. Остальные либо попытаются самостоятельно, либо, мы сейчас говорим об абсолютном большинстве, они вообще как бы полистают и забудут. Ну так всегда бывает, люди приходят в сервис, говорят «О, мне это надо», кладут в закладку и через полгода, может быть, вернутся. А как ты к этому относишься, вот к тому, что с закладочкой забыли? К тому, что человек что-то безнадежно? Ну не знаю, я с этим ничего сделать не могу. Это просто так. Страдать по этому поводу, мне кажется, несколько излишней траты сил. Ну вот такие люди, у них к тому же там перегруз работы, перегруз семьей, у них куча всяких дел. Понятно, что грамотность приоритетом является, ну, мало для кого. Я никого не порицаю, все делают выбор, в общем, за себя, что им важно, что не важно. Я работаю со всеми, кто хочет поработать над своими текстами, над своим стилем и так далее. Человек хочет, работаем, не хочет, ну, нет. А есть какая-то сфера вот в окружающей жизни, которую бы ты хотел принудительно обучить, подправить там язык, вот прям им сильно надо, но они пока ничего не делают в этом отношении? Ну, если говорить про госуправление, то там как бы не только язык надо поменять, ну, в России. Госуправление в России надо, мне кажется, выжечь просто напалмом и заново как-то инсталлировать. Там, ну, язык – это малая часть проблемы, но там, конечно, да, речевая среда очень токсичная. То есть это какая-то муть, в которой ты тонешь, и она подавляет просто даже уже своим видом. Юристы, понятно, что они ловят рыбу в этой мутной воде, то есть у них юридическая стилистика помогает им, в общем, больше зарабатывать, потому что нормальный человек к этому не разберется. Ну, тоже бы неплохо санировать. Банковские договоры я бы хотела как-нибудь подправить. Ну, да, да, но это, опять же, понимаешь, это умышленно. Коммерческий умысел сделать договор таким, чтобы ты в нем ничего не понял, подписал, а потом вывел процент. Так-то, конечно, бы да, но тут, видишь, тут не в языке дело, тут в намерениях, то есть это надо людям голову подправить. Ну, вот я тоже, когда я рассказываю про коммуникацию, у меня есть тренинг, когда мы вот всю эту цепочку коммуникационную, да, как люди понимают друг друга, разбираем. Ну, вот само высказывание, оно очень сильно зависит от того, как человек думает, да, и от того, как он думает. Вот есть ли в твоих курсах упражнения либо задания, которые вот эту часть, именно мыслительную, не текст, не высказывание, а как мыслить человек, тренирует? Ну, это самая важная часть, я бы сказал, потому что писать, это же значит думать. То, что ты записываешь словами, это лишь форма вследствие того, что ты до этого подумал. Вот, поэтому, собственно, ключевая, одна из ключевых вещей, когда я на втором уроке объясняю про предметные и непредметные сущности, про перезбыток существительных, она про то, что мы привыкли думать с сущностями. Это значит, что мы каждый фантом, каждое действие стараемся предметить и думать о нем как об объекте или о субъекте. Вот, и это портит сильно очень тексты, потому что, ну, нам не нужно считать открытие двери отдельным объектом. У нас есть объект-дверь, мы ее открыли, ну, как бы открыл дверь, это глагол и существительное. Когда у тебя открытие двери, у тебя два существительных, когда у тебя начало открытия двери, у тебя три существительных и так далее. То есть это мыслительный патент плохой, который тексты загромождает всем огромным количеством сущностей. И если уже только его распутать, уже тексты улучшаются. Это просто пример того, что да, надо думать немножко иначе. И, конечно, мышление в первую очередь, слова во вторую очередь. Можешь ли ты описать, что тебя как преподавателя радует? Вот ты такой смотришь на что-то и прям так тепло на душе. Ну, я бы сказал, что в работе меня не как преподавателя, а как человека радует, что люди просто растут. Они чего-то не могли, а потом они вдруг это могут и хотят мочь еще больше. Это такая человеческая радость, даже не преподавательская. Как преподавательская у меня есть гордость за то, что это при моем участии произошло. Хотя основную работу, конечно, все равно сам человек проделывает. Я не могу за него что-то изучить. Должен сделать это сам. Я радуюсь, когда вижу тексты хорошие, которые они потом пишут. Когда вижу, что там лайки они собирают обильные, всякое такое. Ну, то есть это просто про какую-то банальную радость, внимание, умение людям что-то дать, ценное своим текстам, что они потом придут, поблагодарят вот это все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!